Каждый день в его стенах появляются на свет новые жизни. Если рождение одних малышей проходит срок, то в некоторых случаях врачи в прямом смысле совершают подвиги. Наша съемочная группа провела один день в Московском областном центре охраны материнства и детства и увидела, как люди в белых халатах спасают крошечных пациентов. В этой операционной сегодня больше врачей, чем обычно. Кроме акушеров, которые делают кесарево-сечение, здесь детские нейрохирурги. Ждут, когда коллеги извлекут ребенка, и тут же на месте они начнут его спасать. У малышки врожденный порог развития. Без помощи медиков она не сможет сделать первый вдох. Сложность заключается в том, что ребенок недоношенный и весит всего 600 граммов. С подобными случаями команда Люберецкого роддома уже сталкивалась. Спасать таких детей для них не впервой. Мы выбираем жидкость, создаем возможность для открытия легких и дальше уже подключается аппарат искусственных вентиляций легких. В нашем роддоме мы пролечили уже 5 или 6 детей с такой патологией за последние два года. Ребенка перевозят в отделение интенсивной терапии. Здесь он проведет первую неделю своей жизни. Температура в кювезе 36,7, влажность 85%. В таких условиях новорожденный чувствует себя, как в утробе матери. Сцена ребеночка стабильная. Он не на жестких параметрах ИВЛ. Потихонечку мы его начали инфузионной терапией, антибактериальной терапией. Потом мы его в транспортном кювезе на ренемобиле перевозим в детскую больницу. Рядом с нами корпус. Это второй этап выхаживания. В надежных и заботливых руках не только малыши, но и мамы. Название центра говорит само за себя. Здесь стоят на страже женского здоровья. Созданы все условия для комфортного пребывания пациенток. Наше отделение родильное является авангардом всего родильного дома. И поэтому вся ответственность в большей степени ложится на нас. Последние 10-15 лет в нашем отделении родильном организованы так называемые родильные блоки. И женщина рожает одна в специально отведенном для этого блоке. Персонал наш высокопрофессиональный. Акушерки и врачи уже по много лет работают. И поэтому свое дело знают очень хорошо. Виктория Лукьянова убедилась в этом лично. Послушав совета подруги, пришла за первенцем в Люберецкий роддом. О своем выборе не пожалела и обещает вернуться сюда снова. Врачи ко мне подходили и помогали. Показывали, как правильно дышать, как правильно себя вести. Я очень боялась рожать, потому что первый раз, не знаешь, как это все происходит. И оказалось, что моя боязнь просто была заряд на самом деле. А для Асель Жанкуловой страх перед первыми родами уже пройденный этап. Она мама двух сыновей, сейчас в ожидании дочки. Появление на свет своих детей доверяет только сотрудникам Люберецкого роддома. Я вообще не переживаю. Врачи очень хорошо смотрят. Обслуживание все хорошее. Жду нетерпения. Счастливая мама. В этом году Люберецкий роддом выпустил более 4000 таких счастливых мам. Сюда приезжают пациентки не только из Люберец. Это учреждение – одно из немногих в нашей стране, где готовы помочь в любой ситуации. У нас не простой родильный дом, но уникальный. Здесь концентрируется самая тяжелая патология, которая касается и беременных женщин, и в особенности, которая касается маленьких наших пациентов, новорожденных детей. Надеюсь, что мы никогда не подведем наших женщин, и мои доктора выйдут из любой тяжелой ситуации. В этом я уже просто уверена.